Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну что ж, моя рыбалка продолжается Щучку я благополучно отпустил Герой дня сегодняшнего каната Которая, ну конечно с моей помощью Эту щучку сегодня поймала Надо попробовать еще раз, конечно же Закрепить или повторить успех Не знаю получится или нет Рассчитывать на два трофея в один день Наверное опрометчиво Ну, как будет Субтитры сделал DimaTorzok Опа, еще одна Ха-ха Каната творит чудеса О Ну не то чтобы чудеса, конечно Но тем не менее щука на меня реагирует Причем размер этой щуки саму канату Пока что получается самая лучшая проводка Для каната это равномерка Потому что она идет вот так вот Покачивая боками во все стороны Что в общем-то я так понимаю Является неплохим привлекающим фактором Насчет твичинга я попробую Но рыба сегодня явно не активна То есть сколько, два шнурочка или один я поймал Безусловно, я сейчас попробую еще какие-то твичинговые воблеры Уже, скажем так, модели, которые проверенные Но все равно Дебют у каната состоялся сегодня хороший Честно говоря, не особо я чего-то ждал от этого воблера Точнее никаких свершений я не сдал Причем проводку вот в тот раз Когда поймал большую щуку Я вел именно медленно Медленно-медленно просто подкручивал Даже без пауз, без всего Я думаю, что пауза лишней не будет в этом случае Прямо под лодкой взялась еще одна щука И опять на канату Опять проводка-равномерка Надо не зацикливаться на одной приманке Поэтому вот я экспериментирую Это Wolf TailGR от Strike Pro Маленький как бы джеркбейт, наверное Или как там его можно назвать-то Хорошая штука Уже мне несколько щуп тоже принесла Еще в том году Кстати, ловлю сегодня палочкой новой От Favorit Drive Ой, от Favorit, которая называется Drive Вышло у них обновление серии Drive в этом году И вот одну мне прислали на тест За что им большое спасибо Собственно, палка до 45 грамм Я брал ее вот под такие цели Канаты Маленькие джеркбейты Свимбейты Ну и Все и же с ними И она с этим отлично справляется Единственное даже, что Как бы удивило То, что она отлично Ну, справляется и с небольшими воблерами То есть строй Для воблеров такой у нее как нужно Вот Безусловно, я сделаю по ней обзор Как бы расскажу Когда уже наберусь больше опыта И трансформирую его все в какие-то выводы Но предварительно палка Огонь получилась Кидучая меры нет Ну и рыбу Вообще справляется без проблем Сегодня щука на 3700 Не доставила никаких мне проблем Совершенно То есть как с котенком Для такой палочки Желательно щука Килограмм на 8 А еще лучше Еще больше Пришло время Потренировать точность Покидать между коряжек В надежде, что оттуда выскочит Что-то большое И съест что-то маленькое То есть мою приманку Сейчас кидаю опять от страйка Вольфтейл GR Надо потом попробовать туда зафигачить канату Если все легко и гладко Мы устроим неполадки Вот чем хороша кастинговая снасть Касание пальцем И приманка останавливается Там где надо На мясорубке это в общем-то Тоже делать не сложно Но все равно Не так удобно, скажем Понятное дело, что У каждой снасти свои Ага Нет, все в порядке Плюсы и минусы Но тем не менее Что ж, рыбалка движется К своему завершению Щука не клюет Видимо, ну такова жизнь Вот сейчас попробую поставить Воблер последней надежды Эта штука Очень и очень Ой, требует большого терпения Но иногда является палочкой-выручалочкой У меня обзор, кстати, ее есть Воблер очень интересный Но вот проводка вот такая Я не знаю Длится может минут пять Ну, как говорится Лучше сделать одну проводку За пять минут Чем пять за одну Хотя и он тоже не всегда Спасает, конечно Но часто бывает, что Самое интересное Про этот воблер расскажу Как я его вообще для себя открыл Когда-то уже Поздняя осень Не знаю, ноябрь Уже даже закраины льда появлялись Но реально очень и очень холодно На пруду активности никакой Вообще тоже коряженый пруд Болото одно Одно из любимых К сожалению, заросло уже Но не суть И вот я тогда только купил этот воблер Думаю, дай-ка поставлю Покидаю между корях И вот я его кидал между коряжек И на него начала активно браться щука Ну, активно-неактивно Ну, скажем так Я не то, что от нуля ушел А четыре шнурка поймал Грамм такие Пятьсот-восьмьсот И в тот день Он меня прямо удивил Проводка, да Вот такая же Дурная Закидываешь куда-нибудь в дебри И еле шевелишь его Решил попробовать новый ратлин Это от Lucky Craft LV100 Тоже недавно пришел Даже вот колечко еще не успел снять Которые гадкие у Lucky Craft И вот этот вот ратлин Он как раз для Ну, он метровик Для ловли как бы над травой То есть у него расчетная глубина метр Ну, понятное дело, что это я не знаю Может быть для баса оно так Действительно как-то там Опа Среагировала щука на ратлин Я, к сожалению, проводку не записывал А то меня многие спрашивают Но здесь проводка была с пампами Как я в предыдущем видео показывал Где трудовая рыбалка Хорошая щучка Ну, как хорошо Килограмм или меньше чуток Но бойко я Сейчас фотографию и И домой В смысле Да, в смысле в родную стихию Кстати, незаменимая вещь Я не знаю, как я раньше жил без нее Всякие вот эти Хирургические зажимы Ерунда Вот Копейки стоят Ну, не копейки, конечно Рублей 500 точно стоят Но купить Желательно И потом не мучиться Великую вещь кто-то придумал Оторвал жабру Поджаберную, точнее Черт ее знает Ну что, я решил отпустить Пусть живет Вроде Травма не такая уж страшная Бывает, что и С жабрами выживает Пусть плывет Проводка ратлина выглядит Следующим образом Закидываете Даете заглубиться Прямо как рецепт Кулинарный И потом ведете В данном случае Я вел его вот так И делал вот такие Пампы потяжки После чего Шла небольшая пауза Хорошая проводка Как я говорил Я посмотрел ее У американцев До этого я так На ратлины не ловил Я обычно ловлю С подбросами Если все нормально Я сделаю видео Именно как Ловить на ратлины Покажу Какие проводки нужны Какие, точнее Не то, что нужны Это вы уже сами решите Когда будете Ловить рыбу Просто какие они бывают Ловить рыбу Пока я тут Проводил в ратлин Еще один прибежал Товарищ Еще одна щучка Наверное, такого уже На ней меньше И снова опять работает Тактика с покачиваниями Ратлина Олuned О, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, на этом моя рыбалка подошла к концу. Надеюсь, видео, которое из этой рыбалки получилось, будет хорошим и интересным. Мне уже пора собираться, хотя чувствую, что я уже эта пора пропустил и буду потемну собираться, но тем не менее. Вот он, герой сегодняшнего видео. Это каната 160 мм, если я ничего не путаю. Большому рту большая торпеда, так что большому щуке большая приманка, хотя, как вы видели, мелкие на нее ловятся. Ладно, не буду много говорить. Ловите много, ловите с удовольствием. До скорых встреч. Надеюсь, будет еще что в этом сезоне показать. План минимум я уже выполнил. Пока-пока.